Ребята, всем привет! Мы сейчас вышли погулять и нас обрели в такой вот парк. У нас вообще есть такая традиция, что куда бы мы не переехали, мы обязательно обследуем территорию в радиусе двух километров. Это магазины, какие-то интересные места, парки, закоулочки. И вот мы приятно обрадовались, когда увидели такой парк. Мы сегодня нашли два парка и нашли рынок, небольшой рынок, в котором мы ступились. Тут реально красиво, тут, знаете, как сейчас птички слышно, наверное, как-то они чирикают. Парк, в котором мы сейчас и реализуем. Гуляем, состоит из трех ярусов. И мы сейчас, получается, на третьем ярусе, то есть на самом верхнем. Вот там внизу видны первый ярус, второй ярус. Вот там люди сидят, гуляют. И прикольно, знаете, когда ты вроде бы живешь в городе, в котором ты все места видел, везде вроде бы бывал. Но нет, оказалось, есть еще места, парки, скверы, где ты еще не был. И зимой с таким обалденным видом. Интересно, о чем сейчас думает Ира? Она же кушать хотела, кстати. Она, наверное, думает сейчас о еде. Вкусно. О чем ты думала? А? О чем ты думала-то? О высоком думала? Я думаю, что ты думала о долме, да? Нет? Всем привет, ребята. В общем, мы сейчас с Ирой вышли немного погулять по райончику. И хотим показать вам несколько видов панорам, которые вот открываются с нашего района, даже не улицы. Потому что улиц тут несколько, а панорам тоже тут несколько. Вот. Кстати, мы купили мороженое, вот это мило. Оно такое симпатичное. Оно такое невкусное, знаете, как будто вода реально. Там сверху какие-то орешки были. Очень невкусно, да? У тебя тоже какой-то невкусный? Такое, да. Просто сейчас в Браво акция, типа купи одно мороженое, второе в подарок. Ну, мы-то купили там штук шесть. Но они такие невкусные, зря такое купили. Мы сейчас подходим к первому виду. Ну, как к первому, ко второму. Так как первый вид, это там, где мы живем. А то вот, такой видок красивый. Тут такая лесенка тоже необычная. Спускается вниз. Там далекие видны дома. Тоже, видимо, такая же местность, как и наша, похожая. Ну, тоже красиво. А в Киеве мы ели вкусное мороженое, называется Стоп Наркотик. Оно такое с белым шоколадом, с маком, да? С маком, точно. Оно сладкое такое было. Оно такое простое, да? Оно очень вкусное. Да, вкусненькое. Ну, мы его тут как-то находили. Ну, оно и только в Безомарте. И больше там уже не было. А здесь мне нравится обычно вот это в стаканчике белый пломбир такой. Он как-то называется 18% или как-то так. Ну, то есть самое обычное. Масленицы такое, да? Да, самое вкусное. Все вот эти вот рожки, все вот эти вот на палочке супер разрекламированные, они вообще невкусные. Ни одно мороженое, невкусное. Так что, так. Может быть, вы знаете какие-то вкусные мороженки в Азербайджане? Напишите нам. Ну, типа этот вкусный. Мы протестим. Магном вкусный. Ну, он дорогой, он очень дорогой. Ну, как он, по-моему, 2-3 монота стоит, да? Нет, ты что? Дорожный? Он дороже, он дорогой, он там 3,50 или 4 монота даже стоит. И там маленькая мороженка. Он дорогой. Что, пишите свои любимые мороженки, мы их тоже попробуем. Видок. Тоже очень красивый. Вообще. Вообще-вообще красивый. Тут внизу такие дома. Мы же стоим, получается, на балконе, да? Это же балкон получается. Ну, типа смотровая такая. Еще, ребята, мы нашли вот такой вот дополнительный проход к нашему дому. И Ира будет сейчас спускаться. Только не упади. Тут очень узко и... А прикиньте, да, это был единственный подход к дому. Ага. И сюда нужно было, когда-то сетели. Ну, да. Тише, 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 тише. Так тут, получается, скала, да? Из нее, типа, сделали лестницу, но... Все, давай. Я прям вспомнил этот старый город. Типа такие узкие улицы. Да, тут такие лестницы непонятные. Ого! Капец, смотри, смотри, как тут узко, да? Ущелье. Какой-то слушай. А тут делее, смотри, сято. Ага. То есть Ира тут проходит, буквально упираясь плечами. А, тут еще люди живут. Кошмарно. Ну, люди, которые живут тут, их ни в коем случае нельзя поправляться, мне кажется. Ну, это что тут? Да, потому что тупо не пройдет. Жесть. Как же тут узко, как вообще тут люди живут? Вот, а где? Вот, тут люди живут. А, видишь тут что? А, там школа, получается, все, я вспомню. Там что, еще и турнички есть? Тут школа, такая площадка. И опять такая тропа. Назовем это тропой, да? И в таких условиях живут люди. Не, ну, в принципе, нормально. Слушай, тут вообще тихо, спокойно, тут никакая машина не проедет тебе. Ничего тебе тут не успокоить не будет. Хорошо, но просто, что как людям, дети, люди, люди, которые стали... Особенно в ту дверь, там, где вообще узкая улица, представь, там мебель даже не потащишь никакую. Это как-то мы с тобой в одном из углоков, когда называется этот видео, Мама убирает меня с углоков. И там кто-то, типа, смеялся, ахахаха, как, типа, вы будете мебель таскать? А как вообще тут люди тащат мебель? А это, я пишу, что это один из заездов. То есть, мы тогда близ машины были, да, и мы поднимались под той лестницей. Угу. Ну и у нас же есть еще два заезда машины. Ну да. А здесь у людей нет выбора. В общем, вот так вот мы спускаемся. Ну, мы буквально уже спустились. На самое дно. Все. Мы уже внизу, можно сказать. О, нашли такую площадку. Кстати, находка приятная, потому что я давно искал что-то такое недалеко от нашего дома. Вот, есть площадка. Тут все такие деревья хвойные. Так что, это хорошо. А ну-ка, давай. Вот, залазь. Давай, у тебя получится. Телефон дай мне только. Давай. Давай, раз хотя бы. У нас с Нуриком есть опыт хождения в горы. И мы подумали, что это хорошая идея куда-нибудь сходить. Тем более, уже теплеет. Погода вообще супер. И мы, наверное... Куда-то залезем. Куда-то залезем. Да, только пишите нам свои варианты. Мне, например, очень нравятся горы в Хызы. Там такие высокие, в принципе, доступные горы. Или в Хызы. И, в принципе, недалеко же. Вот. А кто еще? А мы были в Хызы. Мы были в Хызы, да. Там красиво. Мне там очень нравится. Так что... Пишите свои варианты. Может быть, вы узнаете какие-то интересные места. И мы, если там красиво, поедем туда и покажем вам. И проведем там 24 часа. Выживание. Ну, это не точно. А еще мы хотели у вас спросить, знаете ли вы где-нибудь места, где продаются спальные мешки по адекватной цене? Потому что где мы не смотрели, они какие-то очень дорогие. Потому что мы в том году купили с собой палатку и взяли ее на море. Ты помнишь? Жалко, мы тогда еще не занимались видео. И мы тогда жили, выживали в этой палатке. Мы реально выживали. Это было где? В Бельгия. В Бельгия, да. Мы с ночевкой поехали. Был такой шторм какой-то, да, ветер ужасный. И мы еле-еле там вообще переночевали. Мы, получается, поставили палатку прямо-прямо в море. То есть, ну, буквально, получается, где-то метр, ну, не метр, полтора. Пару метров. Полтора-два метра уже море. Мы просто поставили палатку, было тепло, и ночью поднялся нереальный ураган. Сторон, и эти волны практически нас накрывали уже. И мы с Ирой где-то 12 часов ночи встали, выбежали с палатки. Мы с палатки пронесли немного вперед. Оттянули ее. Оттянули ее. И был настолько сильный ветер, что он сломал просто нашу. Прутья вот эти, на которых держатся. Да, да, на которых крепится и держится вся палатка. Он сломал эти, да, эти балки. И в итоге мы всю ночь, так, знаете, вот так держали руками палатку внутри, чтобы она не сгибалась и не улетела. Да, поэтому в этом году нужно тоже куда-то так с ночевкой поехать. Будет, я думаю, интересно. И зрителям нашим тоже будет интересно. Самое интересное, что там был настолько сильный ветер, и она заснула. В итоге она заснула, а я не спал. Я, получается, всю ночь не спал. Вот так вот держал палатку, чтобы нас не унесло. А Ира спала в это время. Мне кажется, я не знаю, цинами пронесется, я все равно буду спать. Ты, кстати, всегда на море спишь? Вот мы как-то не пойдем. Да, всегда, всегда. Мы приходим покупаться, и я должна обязательно на пару часов заснуть. Мне в таких моментах всегда жалко Нурика, потому что часа два он бедный сам сидит. И я не знаю, чем ты занимаешься. Ничем. Жду, пока ты проснешься. Вот так вот, вот так и живем. В нашем парке нашли вот так вот заброшенные качели. Карусель, да, и что это? Типа карусели. Еще такие машинки тоже. Все заброшено. Еще нашли таких лебедей. Смотрите. И все это не работает заброшено. Прикинь, тут когда-то в свое время, тут была куча детей. И тут, наверное, была очередь сзади. Тут, наверное, люди... А что прогонят, что мы делаем? Не знаю. Да никто нас не прогонит. Так, типа шпионы сейчас снимают. Шпионы. Да, тут на нас все так смотрят, типа думают. Что-то мутные ребятки. Так как тут в основном старики гуляют, живут. В общем, вот такое местечко. Последняя качели в этом парке. Синий кит. И, кстати говоря, я сейчас вспомнил, в Филиппинах, в общем, нашли мертвого кита, у которого в желудке было 40 килограммов пластика. Представляете себе? То есть, мне кажется, нам реально уже пора отказываться от пластика, потому что это убивает мир. Да. Хотя китов у нас нет, конечно, но... Но, да, но они скоро, наверное, исчезнут. Из-за этого всего пластика, из-за... Да, блин, даже Каспий. Там что же есть? Рыбы. Есть всякие там большие рыбы, которые съедают этот пластик. Оно все равно же влияет на экологию. В общем, берите мало пакетов в этих супермаркетах. Хоть они бесплатные. Да, хоть они бесплатные и не пользуйтесь... Старайтесь не пользоваться пластиком вообще. Еще мы заметили, что в этом парке очень много пожилых людей. А потом нам сказали, что тут, оказывается, есть рядом... Ну, не рядом, прямо внутри парка есть... Дом престарелых. И как-то, знаете, так грустно стало. То есть эти все старики, считай, брошенные, да? Никому не нужны. Да, их очень жалко. Тут очень много чайхана, там всякие такие места, где собираются старики. Они там играют в нардов, домино. И... Возвлекаются. Возвлекаются, как могут. Но все равно их очень жалко. А еще мне этот парк напомнил гидропарк в Киеве. Да, 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 да. Кто видел, тот поймет, да. Очень похоже природой. И там тоже очень много пожилых людей гуляют. Особенно в гидропарке есть место, где, помнишь, они танцуют. Да, там дискотека, танцы, танцы. Исторически они пожилые. Так они там все танцуют, там даже бабушка с бабушкой, когда дедушек мало. Так они прям так одеваются. Да, наряжаются, как могут, там, платья, там, бусы одевают. Я помню, там, туфельки свои, такие советские. Да. Друзья, всем доброе утро. Хотя еще ночь, так что, доброй ночи. Сегодня первый день месяца Рамазан. Я буду его держать, я буду соблюдать. Но я в прошлом году тоже держал там, правда, не целый месяц, там, наверное, не 12, две недели где-то. В этом месяце тоже буду, но не знаю сколько. То есть я, у меня очень редко получается держать целый месяц. Но, в любом случае, хотя бы я стараюсь. Я также вам советую, некоторым, кто не держит. Знаете, если даже месяц не получается, хотя бы, там, не знаю, хоть попытаться. Даже один день, или там два дня, или три дня, сколько получается, хотя бы соблюдайте. Вот, я всех поздравляю с этим священным праздником. И я сейчас буду завтракать. Вот, сейчас покажу, что я обычно ем в такой день. Мне Ира, получается, приготовила еще яйца вчера, сыр нарезала, все это положила. Вот, и кашу только что я быстро отварил. Фрукты, но мне, конечно, насчет этих фруктов, она меня сильно поверила. Это не то. Отсюда быстро съем. Ну, это, в принципе, обычный мой завтрак. Я еще сонный, просто не проснулся. Мне, кстати, мало времени, надо быстро кушать, потому что скоро уже рассвет. А то нужно делать до рассвета, кстати. Вот. Так что, опять-таки, всех поздравляю с этим праздником. Дай Бог, пускай в этот праздник сбудутся все мечты, которые вы загадали. И чтобы у вас дома всегда был уют, тепло. И чтобы у вас это было все хорошо. Доброе утро, ребята. Сейчас еду на работу. Ну, как еду? Стою, в основном, иногда еду. Вот. Сегодня очень много работы у меня, на самом деле. Плюс еще надо смонтировать видео, потому что уже пора выкладывать. Также первый день, как я держу пост, в принципе, все хорошо, как бы по самочувствию, ничего особенного. То есть, не сложно. Так что, реально, соблюдайте. Я на печаль, который, ну, ест, в принципе, нормально. Мне сейчас комфортно. Но это только утро, надеюсь. Надеюсь, потом будет тоже хорошо. В общем, я вам желаю всего хорошего. Также с праздником всех. И всем пока.